Много теряют те, кто редко посещает храм. Святой храм – место, где мы можем укрыться от непогод жизни, от трассной грязи. Храм – подобие неба на земле, где таинство и непостижимо пребывает сам Владыка, небо и земли, Господь наш Иисус Христос. В храме, как сказано в церковном песнопении, силы небесные с нами невидимо служат. Спаситель наш говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих. Матфея 4.4 То есть духовная пища также необходима человекам, как пища телесная, для поддержания телесных сил. А где же христианин услышит Слово Божие, как не там, где сам Господь невима наставляет, собравшись во имя Его? Чьи учения проповедуются в церкви? Учения пророков и апостолов, говорящих по внушению Духа Святаго. Учения самого Спасителя, который есть истинная мудрость, истинная жизнь, истинный путь, истинный свет, просвещая всякого человека, грядущего в мир. Каждый в храм приходит со своими нуждами, чаяними, надеждами, просьбами. И, приходя в храм, заходя на церковную территорию, мы уже понимаем, что это ограда храма, ограда Божия. Мы благовейно накладываем на себя крест, снимаем голову на уборы, если мужчина, женщины, девушки, наоборот, покрываются уголом, знают благовения. В каждом храме есть платочки, если вдруг кто-то забыл взять с собой, и юбочки, чтобы обернуться. Мы по необходимости ставим свечи, принося бескровную жертву Богу, потому что кровную уже Господь отменил, принеся себя на крестные страдания за каждого из нас с вами, за каждого человека, искупил своей кровью грехи рода человеческого. Женщины и мужчины стоят по разной стороны. Мужчины стоят с правой стороны, женщины с левой. Вы можете увидеть икону Спасителя и Божьей Матери рядом с иконостасом. Бывают в храме неловкие ситуации, когда кто-то рассматривает чужую обувь, как кто себя ведет. Но в первую очередь мы должны смотреть на себя. Мы пришли принести пользу своей душе, а не утратить ее. Мы обращаемся, взирая на иконы, тем святым, которым мы отнеходим. Если чего-то мы не знаем, нам подскажут в храме те церковнослужащие, которые трудятся в храме, или батюшка, который бывает в храме, дежурит. Вот, мои дорогие, с вами и увидели, как приходим в храм, в каком виде, как реагируем на других или правильно не реагируем, а смотрим внутрь себя, на свою совесть, на в том, в чем мы сами пришли. Ну и, безусловно, вы сегодня узнали, как правильно стоять, где правильно стоять, и, может быть, кому молиться. Храни вас Господь, с вами был священник Константин Мальцев, молодежи Православный Центр, Уманский Благовест.